Добрый день, уважаемые господа! Мы собрались сегодня на Пермской стрит для того, чтобы провести новое для нас мероприятие. Это мероприятие рок на виниле. Как вы видите, уже здесь стоит проигрыватель, даже на нем крутится диск, но мы выключили звук, чтобы нас случайно не забанили. Итак, наш сегодня специальный гость Павел Катков. Прошу, пожалуйста, любите жаловать, слушайте, все, что он расскажет, будет очень интересно по поводу винила, рока и всего вокруг этого. Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Катков, и я приветствую вас на программе «Рок на виниле». «Рок на виниле» — это уникальное музыкальное виниловое шоу, посвященное рок-музыке на виниловых пластинках. Этот, казалось бы, ушедший формат в последние годы возродился, и к нему стоит присмотреться. «Почему» мы расскажем в нашей программе. Прежде всего, когда мне задают вопрос «Почему рок?» «Почему винил?», я на него всегда развернуто отвечаю так. «Почему рок?» Я вообще слушаю разную музыку, и вряд ли есть люди, которые ограничиваются только одним жанром. Вместе с тем, «Рок», он, наверное, самый такой яркий. Ну, вот с точки зрения обложек, с точки зрения влияния на молодежь каждого десятилетия, и особенно с точки зрения его некой преемственности поколений. Если надо, я проведу культурологическую параллель между, не знаю, Лидл Ричардом и современным «Роком». То есть каждое текущее десятилетие наследовало что-то у прошлых. И вот эта органичность рока, вот это его постоянное обновление, пожалуй, и привлекает мое внимание, хотя я слушаю и джаз, и соул, и поп-музыку, и тяжелую музыку, и классику, уважаю, и со всеми меломанами, которые лучше у меня разбираются в этих областях, дружу и с большим уважением отношусь к их направлениям. Почему «Рок»? Мы ответили. Теперь вопрос, почему на «Виниле»? Ну, на самом деле, спор о форматах, он, наверное, никогда не закончится. Более того, будут появляться новые форматы. Однако, и было бы, наверное, неправильно утверждать, что все на «Виниле» лучше, чем все не на «Виниле». В действительности на «Виниле» можно сделать слабую запись. В действительности в цифре можно сделать сильную. Однако, дело же не в этом. Дело в том, что все основные, основополагающие «Рок» пластинки вышли в период 60-го, ну, пусть по 90-й год. И тогда, в том числе и в 80-х уже «Винил» отходил, но «Винил» был основным способом доставки контента до потребителя. И этот способ вписал себя в историю. Полиграфический его потенциал, ну, то есть, большая обложка, большая пластинка, возможность большой вкладки, дизайн на пятаке. Мы сегодня это все продемонстрируем перед вами, вот этими руками. Ну, позволяет «Винилу», надо сказать, быть, ну, наверное, более информативным, ну, нежели, например, файл в телефоне. И сегодня я это докажу. Сегодняшняя наша программа называется «Виниловые обложки». И я покажу обложки разных виниловых пластинок, после чего мы все убедимся, в цифре этих ощущений получить невозможно. Очень меня заинтересовала тема конвертов. Вот CD, да, действительно, хоть маленький конверт, но еще какой-то есть. На файл уже вообще никакого конверта. А тут я поворачиваю голову и вижу такой прекрасный конверт от виниловой пластинки Road Stewart. Даже хочется постоять, порассматривать его, что он тут хотел до меня донести. Удивительная вещь. Все-таки ощущения, которые возникают, когда держишь в руках такую штуку, совершенно другие, чем от держания в руках конвертиков от CD или вообще от чего-нибудь другого. Паш, что можешь сказать про эту пластинку? Ведь, наверное, не просто так ты ее принес сюда. Все верно, Константин. И мы начинаем предметно рассказывать о пластинках. Наша первая пластинка сегодня – Road Stewart Atlantic Crossing. Вот так вот выглядит его конверт. Это немецкое издание оригинальное тех лет, когда он выходил. Альбом вышел в 1975 году. Чем он интересен? Ну, помимо того, что это великий альбом, великого, любимого мной и миллионами других людей, английского певца Рода Стюарта, помимо того, что он весь утыкан, усеян хитами, здесь и знаменитый Drift Away, здесь и Sailin, по которой он известен многим радиостанциям мира. Но мы сегодня будем говорить об обложке. Так, смотрим. Первых, обложку полноценно можно рассмотреть только на развороте. Полиграфические возможности винила нам это позволяют. Он большой. Что мы видим? Огромный, анимированный гигант, белокурый великан Стюарт, который в жизни-то на самом деле не такой огромный, не такой здоровый и вообще не похож на этого персонажа. Шагает огромными шагами, как бы перешагивает Атлантику. Если мы приблизимся, присмотримся вот сюда, здесь у него британский Биг Бен и шпиль Адмиралтейства. Тогда как образы небоскребов в той части конверта, куда шагает его нога, напоминают нам о Нью-Йорке, об Empire State Building, об Америке. То есть это английский музыкант шагает из Англии в Америку. Надо понимать, какое значение это имело для английских музыкантов того времени, да и предшествующего ему. Если вы читали биографию, например, группы Beatles, то, может быть, вы замечали, что там бывает проходит такие упоминания о том, что Beatles хотели завоевать Америку. Или когда песня появлялась в хит-парадах, они говорили, что она заняла первое место по обе стороны Атлантики. Что это значит? Это значит, что английский музыкальный рынок и американский музыкальный рынок были в одинаковой степени важны для английских музыкантов, и американский даже, может быть, более был важен, потому что географически он был удален, и, следовательно, дотянуться до него им очень хотелось. И вот здесь, на этой обложке, он в такой гипертрофированной, комиксной, можно сказать, форме, до него дотягивается. Но при этом внутри конверта этого альбома скрыт секрет, который я раскрою в конце рассказа. А пока обратим внимание на то, как он скомпонован. Сейчас, в цифровое время, мы привыкли к тому, что альбом – это бесконечная череда песен. Тогда как в виниловое время у пластинки было две стороны – первая и вторая. И вот эта виниловая особенность, это его черта, здесь использована в полной мере. Первая сторона называется Fast Side, и здесь собраны быстрые ритмон-блюзовые, преимущественно ритмон-блюзовые рок-номера. А вторая сторона называется Slow Side, медленная сторона. И она населена фирменными стюартовскими балладами, которыми он тоже славен, и которыми он не раз рвал хит-парады и после выхода этого релиза. Ну, и, наконец, финал. Что у нас внутри? То есть, обратите внимание, цветастая обложка, похожая на комикс. Великан, небоскребы. Но внутри мы видим Стюарта, который зябко, даже, я бы сказал, скромно, путается в такой английский макинтош. То есть, нам как бы показывают, что хоть снаружи, может быть, он на сцене огромный белокурый великан, внутри он остался тем самым парнем, дебютный альбом, которого так и называется – Old Rain Coat, Never Let You Down. Старый макинтош никогда не подведет. И постскриптум моего рассказа об Atlantic Crossing будет музыкальным. Я поставлю мою любимую вещь, которую я слушал все время, когда не попадался этот альбом. Я слушал ее в цифре, я слушал его, прости господи, в MP3. И теперь я счастлив, что я могу послушать ее на виниле. Это пятая, заключительная вещь с первой стороны. Stone Cold Sober. Мы запускаем наш виниловый проигрыватель. Кстати, о нем было бы неплохо сегодня сделать отдельный рассказ, и если нам повезет, мы его услышим. Это винтажный проигрыватель 1973 года, и он заслуживает отдельных слов. Сейчас, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok